Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие на 120 миллионов лет назад, чтобы раскрыть тайны одного из самых интригующих открытий в мире палеонтологии – находки мегараптора в Австралии. Эта находка не просто добавляет новую страницу в книгу о динозаврах, она заставляет нас переосмыслить, как эти гиганты жили, охотились и перемещались по нашей планете. Мы разберем, почему мегарапторы – это не просто очередные хищники, как они связаны с суперконтинентом Гондваной, и почему Австралия становится настоящей меккой для палеонтологов. Готовы? Тогда давайте погрузимся в эту историю. Австралия – это место, которое и сегодня вызывает трепет. От гигантских пауков до ядовитых змей кажется, что природа здесь всегда играет по своим суровым правилам. Но представьте, что было бы, если бы вы оказались здесь 120 миллионов лет назад. Вместо пауков и змей по этим землям бродили настоящие монстры – мегарапторы. Эти динозавры, чьи окаменелости были недавно обнаружены на побережье Виктории, были настоящими королями своего времени. Длина их тела достигала 26 футов. Они передвигались на двух ногах, а их мускулистые передние лапы с огромными изогнутыми когтями делали их идеальными машинами для охоты. Но что делает их такими особенными? Давайте разберемся. Мегарапторс – это не просто большие хищники вроде тираннозавра. Их уникальность в том, как они охотились. Если тираннозавр полагался на мощные челюсти, то мегарапторы использовали свои передние лапы. Представьте себе, эти динозавры буквально обнимали свою добычу, сжимая ее в смертельных объятиях, из которых не было шанса вырваться. Их когти длиной до 30 сантиметров идеально подходили для захвата и удержания жертвы. А зубы, хотя и небольшие по сравнению с другими хищниками, были острыми, как бритвы, и легко разрывали плоть. Это был настоящий кошмар для любой живности мелового периода. Но почему находка в Австралии так важна? Впервые о мегарапторах заговорили в конце 90-х годов, когда их останки нашли в Патагонии, Аргентина. Тогда ученые были ошеломлены. Новый вид хищников, о котором никто раньше не знал. Однако до недавнего времени никто не находил полный скелет. Только фрагменты костей, когтей и позвонков. И вот, в начале 2023 году, на побережье Виктории, палеонтологи наткнулись на сенсацию. Кости нижних конечностей и позвонки мегараптора, выброшенные на берег. Анализ показал, что это не просто очередной мегараптор, а самый древний из всех известных. Это открытие перевернуло наше понимание эволюции этих динозавров. Теперь давайте задумаемся, почему мегарапторы, впервые найденные в Южной Америке, вдруг появляются в Австралии? И как они вообще могли оказаться на двух разных континентах? Ответ кроется в геологической истории Земли. 120 миллионов лет назад Австралия и Южная Америка не были разделены тысячами километров океана, как сегодня. Они были частью суперконтинента Гондвана, который включал также Антарктиду, Африку и Индию. Эти земли были связаны, и динозавры могли свободно перемещаться между ними. Интересно, что Антарктида в меловом периоде не была ледяным континентом, каким мы знаем ее сегодня. Это была теплая, покрытая лесами земля, по которой мегарапторы и другие динозавры могли мигрировать. Представляете, как они бродили по тропическим лесам, которые сейчас скрыты под толщей льда? Но вот что делает эту историю еще более захватывающей. Гондвана начала распадаться около 180 миллионов лет назад. Австралия постепенно отделилась от других континентов, став изолированным островом. Это объясняет, почему мегарапторы, найденные в Австралии, отличаются от своих южноамериканских родственников. Они эволюционировали в уникальных условиях, и их экосистема стала совершенно иной. Например, в Южной Америке доминировали гигантские кархарадонтозавры – динозавры, чья длина могла достигать 36 футов. Они были настоящими титанами, затмевавшими мегарапторов. А в Австралии все было наоборот. Мегарапторы были главными хищниками, а кархарадонтозавры, судя по находкам, были гораздо меньше – всего от 6 до 10 футов в длину. Это говорит о том, что экосистема Виктории была уникальной, с совершенно другой динамикой хищников. Но мегарапторы – это не единственная сенсация. На том же побережье Виктории ученые нашли кости еще двух видов динозавров – южного хищника или абелизаврида и кархарадонтозавра. Всего на месте раскопок было обнаружено 250 костей, но только 5 из них оказались по-настоящему ценными. Эти находки показали, что 120 миллионов лет назад в этом регионе сосуществовали сразу несколько видов хищников. Это как если бы сегодня в одном лесу жили львы, тигры и леопарды. Конкуренция была невероятной. И все же мегарапторы, судя по их анатомии, были на вершине пищевой цепи. Теперь давайте перенесемся в Квинсленд, еще один регион Австралии, который стал настоящим кладезем палеонтологических сокровищ. В 2018 году здесь нашли череп титанозавра – гигантского динозавра с длинной шеей, похожего на бронтозавра. Это был не просто череп, а настоящая сенсация, потому что черепа титанозавров находят крайне редко. Благодаря этой находке ученые впервые смогли воссоздать, как выглядело лицо этого динозавра. И знаете что? Он оказался поразительно похож на своего кузена из Аргентины. Это еще одно доказательство того, что динозавры свободно перемещались между континентами, пока Гуандвана была единой. Но Квинсленд удивил нас не только титанозаврами. В 2024 году здесь обнаружили останки нового вида птерозавра – летающего хищника с размахом крыльев около 15 футов. Эти существа, которых назвали кунамата, были меньше своих родственников, чьи крылья достигали 36 футов, но все равно внушали ужас. Представьте себе, гигантская рептилия парит над океаном, высматривая добычу, а затем камнем падает вниз, раскрывая челюсти с острыми зубами. Это были настоящие короли неба мелового периода. И, наконец, еще одна удивительная находка из Квинсленда, которая доказывает, что палеонтологические сокровища могут быть буквально под нашими ногами. В средней школе штата Белава ученые обнаружили камень, который больше 20 лет считался обычным. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что на нем запечатлены 66 следов динозавров, сделанных 200 миллионов лет назад. Эти отпечатки принадлежали небольшим растительноядным динозаврам с тремя пальцами на ногах. Анализ показал, что 47 особей двигались вместе, вероятно вдоль водного пути, со скоростью около 4 миль в час. Это как моментальный снимок из прошлого, который позволяет нам заглянуть в повседневную жизнь динозавров. Так что же все это значит? Открытия в Австралии не просто пополняют нашу коллекцию костей. Они заставляют нас переосмыслить, как динозавры эволюционировали, как они адаптировались к разным условиям и как перемещались по миру, пока континенты еще были связаны. Мегарапторс, титанозавры, птерозавры и следы растительноядных динозавров – все это кусочки гигантского пазла, который рассказывает нам историю жизни на Земле. И, возможно, самое захватывающее – это то, что мы только начали раскрывать эти тайны. Кто знает, какие еще сокровища скрывает Австралия. Если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. А в комментариях напишите, какой динозавр вас впечатлил больше всего – мегараптор с его смертельными объятиями или, может быть, летающий птерозавр. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые путешествия в мир древних гигантов. До встречи в следующем видео!